Добро пожаловать на канал о криптоалютах Neolife. Всех приветствую и сегодня я хочу поговорить о новостях. Так, ФРС объявил о запуске сервиса мгновенных платежей FedNow. В данном сервисе все взаиморасчеты проходят внутри регулятора. В начальном этапе в проекте примут участие 35 банков и 16 поставщиков услуг. И задача инициативы это ускорить обработку транзакций, в том числе трансграничных, и сделать повседневные платежи проще и доступнее. Со временем, когда все больше банков решает использовать этот инструмент, преимущество для частных лиц предприятий будет включать в себя мгновенный доступ к средствам после их начисления или выплаты. Система доступна круглосуточно и без выходных. Это дает возможность контрагентам свести к минимуму любые возможные задержки при проведении клиринговой деятельности, подчеркнули в организации. И сервис FedNow выступит основой для дальнейшего внедрения цифрового доллара. Также еще одна новость. Цифровой концлагерь не за горами. Цифровой рубль уже в 2025 году. Глава Банка России, а как мы с вами знаем, Банк России самой России не принадлежит, все в управлении идет извне, сказала, что широкое применение государственного цифрового ошейника станет возможным с начала 2025 года. Им еще предстоит протестировать его, в том числе платежи в одно касание, а также переводы между юридическими лицами и смарт-контракты. Это пилотирование им очень нужно, чтобы провести настройку всей системы, проверить бесперебойность. Только когда они убедятся, что народ добровольный принимает цифровую давку, то они примут решение о дополнительном масштабировании цифрового рубля, то есть затягивания от давки на шеи граждан страны и введения все больших ограничений для людей. Одновременно с этим будет проведена, скорее всего, очередная пандемия, где самым опасным переносчиком будут бумажные деньги, для того, чтобы у людей не осталось спасительных маневров. Я хочу отметить, что во многих телеграм-группах выкладывают эту новость, что с 2025 года идет массовое применение цифрового рубля, и под такими постами есть куча лайков и смайликов. У меня вопрос к тем людям, кто ставит лайки под такими новостями. Вам реально плевать или вам смешно? Неужели вы так сильно хотите в загон для овец? Где что вам делать, будет говорить Центральный банк, куда пойти, что поесть, на что потратить, отойти ли от дома не больше, чем на 15 минут, иначе у вас сразу будет списываться штраф. Цифровый рубль – это псевдоденьги, их невозможно накопить, нельзя положить на вклад или взять кредит, а также многое другое. И то, что Набиулина говорит, что цифровый рубль – это третья форма денег в стране, и она, внимание, равно бумажному рублю и безналичному рублю – это абсолютная ложь. Не может такая форма денег с множеством ограничений, полной программируемостью в любой момент по их желанию уничтоженной быть реальными деньгами. И принимая цифровой рубль, мы ставим роспись под полное управление извне своей жизнью, жизнью детей, близких, родных и страны в целом. Это касается не только России и Украины, где законы, как вы знаете, выходят синхронно, но и почти всех других стран, где вводят CBDC. Так что продолжайте ставить дальше лайки и улыбочки под такими статьями. Только потом не плачьте, что вы попали в ловушку, из которой не будет выхода, когда станет слишком поздно. Также еще одна новость. Компания Ripple объявила, что инвестировала в компанию Futureverse, которая занимается технологиями искусственного интеллекта, метавселенной и контентом. Futureverse может похвастаться набором запатентованных инструментов для создания контента с помощью искусственного интеллекта, предназначенных для улучшения метавселенной. Futureverse планирует использовать инвестиции, полученные в ходе последнего раунда финансирования, для разработки своей комплексной технологии. Это будет включать особое внимание к корневой сети, которая представляет собой блокчейн, и набор протоколов с готовыми средами выполнения для создания приложений метавселенной следующего поколения. Корневая сеть уже интегрирована с XRP Ledger в рамках партнерства с компанией Ripple. Еще одна новость. BITSO интегрирует Stellar Network для ускорения международных платежей в стейблконе USDC. BITSO – это ведущая латиноамериканская криптовалютная биржа, которая интегрировала Stellar Network, чтобы расширить платежный коридор между Латинской Америкой и остальным миром. Интеграция будет проводиться с помощью решения Ankor от Stellar, доверенных мостов между сетью Stellar и другими платежными системами. В заявлении компании говорится, что она разработала решение в партнерстве со Stellar, позволяющей предприятиям по всему миру совершать транзакции в долларах США в Аргентину, Колумбию и Мексику, где BITSO имеет прямое подключение к местным банковским системам. Также еще одна новость. Японский финансовый гигант SBI предлагает поощрение кэшбэк за торговлю XRP. И согласно пресс-релизу, компания направлена на популяризацию использования XRP среди граждан Японии. Некоторые акции включают вознаграждение в размере 0,5% в XRP, в зависимости от активности участников спотовой торговли на собственной платформе SBI. Также есть специальные акции для тех, кто будет владеть и торговать XRP. И эта инициатива является частью широкомасштабной программы SBI по внедрению XRP в стране. Ранее SBI возглавил консорциум из 47 японских банков, которые модернизируют трансграничные платежи страны с использованием Ripple и по сути XRP. И подразделение SBI по денежным переводам SBI Remit развернет новую программу в 15 странах. И еще одна новость. LinkedIn намерен продавать текенизированный частный капитал за XRP. LinkedIn это компания, в которой аккредитованные в США инвесторы могут купить акции компании Ripple. LinkedIn работает над текенизированной концепцией частных инвестиций, которые будет использовать XRP в качестве единственного способа оплаты. Пилотная программа будет запущена в ближайшие месяцы. И главный операционный директор компании LinkedIn Джозеф Андосов сказал, что победа компании Ripple в суде, во-первых, расчистит банкам путь к использованию ликвидности Ripple по требованию ODL, где используется XRP. И банки будут использовать ODL и Ripple, потому что больше не будет бремени регулирования, связанной с покупкой и продажей XRP при использовании сервиса. И это поддержит спрос на XRP, что придет к скачку цены актива. А во-вторых, решение судей увеличит внутреннюю стоимость XRP на условном депонировании Ripple. И эти две вещи являются важными факторами инвестирования в акции компании Ripple. Спасибо за внимание. Я надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь на канал, а также на мой телеграм-канал. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Всем до новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok